Указанный договор, о котором мы сейчас говорим о поставке электроэнергии, был подписан 29 декабря 2014 года. И что достаточно примечательно, что в пункте 2.3.1 указано, что конечным потребителем будет Крымский федеральный округ. То есть фактически этот договор легиметизирует оккупационную власть на территории. И мы поставляем товары в Крымский федеральный округ. Однако, несмотря на то, что этот договор достаточно несложный, он всего лишь 4-5 страниц, но оказалось, что это не самое страшное, что здесь написано. Указанный договор является трехсторонним. Здесь есть три компании. Это Укринтернегра, Энерго, это украинская государственная компания, где государство полный собственник. Также российская компания «Центр осуществления расчетов» в городе Москва. Есть третья компания. ГУПРК «Крымэнерго» с директором господином Плакидой. Эта компания, которая является собственностью Украины, а также украинских инвесторов, сеть является собственностью Украины, она была аннексирована, фактически у нас отобрана и не имеет никакого законного статуса. На имущество компании наложены аресты, с ней невозможно подписывать контракты, а директор этой компании, господин Плакидо, в отношении него открыто отдельное уголовное производство по фактам государственной измены. Хотел бы подчеркнуть, что в этом договоре существуют так называемые штрафные санкции. Если нам Россия не заплатит за электроэнергию, мы им должны 0,1% пени в день за сумму недоплаты. Вот такой льготный кредит. А если мы перестанем поставлять электроэнергию, то нам 20% штрафа за каждую остановку. С точки зрения юриспруденции, это явно неравнозначный контракт. И его надо было разорвать, но тут одно но. Арбитражная оговорка по этому контракту говорит о следующем, что все споры мы должны рассматривать. В арбитражном суде при торгово-промышленной палате Российской Федерации. И также мне на глаза попала служебная справка комбинистного министра Украины, которая гласит о следующем. Эти контракты для Украины являются убыточными. И только за январь месяц 2015 года убытки составили 91 528 400 гривен. По информации, которую я получил, что лоббированием подписания указанных контрактов, нескромно скажу преступных контрактов, занимались лица, которые приближены к господину Григоришину, известному российскому бизнесмену, который активно работает на территории Украины, является собственником многих энергоактивов. А также он в собственном интервью в «Украинской правде» еще месяц тому назад подтвердил, что он непредсредственно принимал участие в подписании этого договора. Ну это примерно так. Скажем, во Второй мировой войне Советский Союз, какой-то министр, приносит постановление передавать гитлеровцам на оккупированной территории продукты питания, электроэнергию, потому что там остались наши граждане. Вот представьте, что было бы с этим министром? Мы решительно требуем, чтобы эти контракты были расторгнуты как преступные. Более того, в последнее время участились очень часто попытки угроз в адрес представителей Меджлиса, дискредитации, а также, к сожалению, уже есть и фактические доказательства того, что эти угрозы не являются обеспочвенными. Как вы знаете, что я являюсь заместителем главы Межведомства рабочей группы по оценке ущерба нашей страны, связанной с оккупацией Крыма. И вот как идет в прессе информация, что кто-то отобрал рейдерский завод на территории Украины за копейки, а завод как был, как работал на этом предприятии, так и работает. Он его никто не отбирал, никаких продаж не было. Говорят, завод продали. Завод как был по регистрационной службе у огневых хозяев, так и остались. Точно так же стал вопрос о том, что было рейдерство, заключение всех юридических ассоциаций, что здесь никого рейдерства не было, и подделки документов не было. И наоборот, права наших граждан и предприятий защищают грамотные юристы. Но здесь нужны факты, поэтому надо было вылить эту информацию, подобрать, сделать и всех связать. Мне очень неприятно, что иногда, в частности, мне было известно о том, что вот эту крымскую водочную компанию с партнерами Константином и Аксеновым по прессе водил в том числе депутат Лещенко. Я уверен, что этот человек не хотел зла, ни Меджлису, ни нам, не понимал, что произошло. Это, наверное, очень хороший человек, но он журналист высокого класса. Его слова звучат как априори правда, и люди ему доверяют. Но он ошибся. Наверное, сделал это не со зла. Поэтому я призываю всех, перед тем, как вредить кому-то, подумайте о последствиях, посмотрите, к чему это приходит, и не уничтожайте свою страну.